Итак, всем привет, с вами Доб Гай, и мы продолжаем играть в Age of Imperialism. Мы с Британией и Австрией разобрались, я бы сказал, Британию уже почти тоже добили, правда немцы, но не без нашей помощи. Я, кстати, заметил у них ноль топлива уже практически, так что подлодки реально работают. Ну что ж, как я говорил, мы продолжаем, а вы обязательно подписывайте, если вдруг еще не подписаны. Поехали. Выска в Сьерамадро, видимо опять Курьера какого-то зовут. Классик для Мексики. И вот мы пробиваемся к Суэсу, и более того, окружаем еще на юге здесь некоторое количество танков и в принципе разных дивизий. Японская империя прислала сюда свои танки. Забавно, что они их нашли и решили использовать вообще в Африке. Ну ладно. Кроме того, Запада поджимает Королевство Италия, так что да. Но, конечно, желательно, чтобы мы взяли Каир, и Суэцкий канал перешел под контроль именно нашего альянса, а не Рекс-Пакта. Мы как бы понимаем, что до данный момент мы, конечно, условные союзники с Германией, но этот союз продлится только до тех пор, пока Британия не будет уничтожена и весь британский альянс. То есть не так-то и долго он продлится. Но в Мексике, кстати говоря, наша армия прибыла и очень хорошо помогает. Тут еще было микро-вторжение, поэтому мы перебрасывались немножко наши самолеты туда, но теперь помогаем здесь. И в целом я не вижу никаких проблем, мы здесь сейчас, я думаю, все подобиваем. Даже я поставил бы третью агрессивность вот здесь вот. И мы потихоньку помогаем нашим союзникам. Конечно же, их надо тоже усилять. А сейчас, кстати говоря, здесь вот с Норвегией же была война. Видимо, не сразу, я как-то это пропустил. В любом случае, они, да, вступили к Британии, и да, их разбила Швеция. Прекрасный для нас исход. И, кстати, можно начинать, наверное, потихонечку пробиваться градострелками. Не вижу здесь никаких проблем для них. Давайте, единственное, наверное, я бы сюда какие-то самолеты заказал. Хотя бы вот так. Точнее, вот так. И Британия капнула. Германия полностью контролирует британские острова. То даже немножко грустно, потому что они получают неплохую промышленность этого. Мы как будто немножко отстаем. Это потому, что мы достраиваем ЖД. Нам нужно соединить все наши территории, потому что войска у нас будут кушать очень много. Они уже кушают очень много из-за дебафов, которые пройдут только через 4 года. Вообще, я не очень понимаю, почему у меня нет никаких вариантов, как их выбрать. Но, вроде, да, я как бы не видел никакие... Может, вот сюда надо как-то пойти. И что-то поменяется, но военный фокус у нас не взятый. Авиация, наверное, немножко не то, как и флот. Давайте возьмем, не знаю, перейти Трим на пути к славе. Но, вряд ли, это тоже что-то изменит. Так что, да. А вот, и, разговариваю, полностью доктрина закачена. Здесь их немножко больше и немножко по-другому не сделано. Но, я думаю, вторая все так же из того, что я обстрелал, лучше. Ну, и вот на Ближнем Востоке и Терри-Африке у нас уже только победы. Здесь сейчас закончится. Что нам надо еще сделать? Нам нужно еще добить Канаду и Японию. Что ж, на нашем, так сказать, фронте мы можем добиться победы над Японией. Над Канадой, конечно, придется еще подумать. Высаживаться здесь, наверное, не суперудобно. Высаживаться здесь как будто... Как будто возможно. Да, это более чем возможно. Ведь у нас есть Мексика. Черт возьми. Нам нельзя забывать об этом. Так что сейчас вот эта армия добивает Японию с поддержкой вот этой армии. А после мы отправляемся в Мексику. Say my name, скажет наш генерал в Мексике. Но это уже попозже. Прям-то вот здесь даже получается небольшое окружение. О, а вот и Норвегия сдалась и отдала нам свои два поезда. Два поезда это, кстати, очень приятный подарок для нас. Ну и что, продолжаем двигаться к Токио. Вот так же наши подлодки переходят к Канаде и путям в Африку. Потому что здесь тоже, да, видите, у нас есть противники. И здесь и правда немало конвоев. Надо все, конечно же, уничтожать. И слушайте, у нас какие-то решения и правда разблокировались с этим фокусом. Но это что-то по интеграции. Так что это немножко не то. Ну что, в Корее наступление. В Японии наступление. Прекрасно. А Румыния зачем-то захотела пограничный конфликт. Нет, ну захотели, как бы сделаем. А нам стоит пробафать наших союзников. Так что давайте начнем с Прибалтики, потом апнем Финляндию. Вообще, конечно, да, это в идеале, наверное, делать получше. Лучше пораньше, точнее. Но я думаю, и так тоже пойдет. Вот они, да. А, ну пограничный конфликт сразу был выигран. Кто бы сомневался. Рогвай хочет к нам присоединиться. Принимаем, без проблем. Смотрите, какая прекрасная Южная Америка. Это действительно прекрасная доктрина Монро, я бы сказал. Здесь все еще кто-то, конечно, пришел не к нам. Но большинство это именно наши. Наши ребята в Южной Америке. Вы, кстати говоря, да исследовал уже новые уровни авиации. И пора бы вне ракеты тоже исследовать. И начать производить самые современные самолеты. И да, я вам скажу, это немножко безумно, конечно. Но вот такое вот у нас будет летать. И да, это будет убивать, и это не будет умирать. В общем, ужас для наших врагов и для тех, кто за это будет платить. То есть, вот этим вот промышленникам тоже. Но ничего. У нас есть на это все деньги, как говорится. Сейчас такой же сделаем себе токсический бомбардировщик. Ну да, казуальные 42 авиаштурмовые атаки. Тут еще есть немножко стратегической и чуть-чуть совсем морской. Но очевидно, это именно 42 авиаштурмовой для бомбардировок нам нужны. А вот и наша высадка в Канаду идет. Вытавливаем здесь наш флот на поддержку. В принципе, он уже здесь имеется. А и, кстати, там Португалия уже высадилась. Невероятно. Они, правда, молодцы. Но сейчас мы организацию пополним и тоже им поможем там. Можно уже, в принципе, выезжать. И я видел, да, Япония капнула. Прелесть. С этим мы тоже разобрались. Осталось совсем чуть-чуть. Действительно, Канада. Здесь можно тоже сюда гранд-стрелков отправить. А в остальных везде местах. Победа. Войска до Канады, да, и брались успешно. Ну, с переменным успехом. Чуть-чуть потеряли мы при быстрке, но как бы не слишком много. Так что окей. И сейчас будем в Португалии помогать победить. А вот и в Аравии все закончилось. Все, кстати говоря, что передала территорию Турции. Но теперь Турция взяла обратно. Здесь Турция получается забавным образом. Но ладно. А мы качаем уже наших дальневосточных союзников. Потому что, да. У нас потихоньку фокусы подходят к концу. Почему бы не покачать. Если говоря, в Прибалтике у нас... Знаете, наверное, этого малого человека, если вы играли в Казар Шиза. Вот он теперь там правит. Ну и пробафаем их, да, немножко. И готовимся к войне. Также здесь строим пункты снабжения, чтобы здесь была, так сказать, нормальная война. Нам здесь тоже воевать нужно будет. Это почти что полноценный фронт. Извини, Калуизитанский реваншизм. Это наши ребята. Да, мы поможем им в их реваншизме, конечно же. Если вдруг они нас попросят о помощи. А тут... Тут много чего есть. Но тут надо иметь флот и армию. То есть ничего они не попросят. Ну ладно. Кстати, у нас здесь уже пехотка третья. Причем супер пробафанная. То есть если посмотреть вот сюда. Она дает нам бот. 50 просто пехот... 50 атаки, 80 оборудов, 20 прорывов. Просто посмотрите, насколько жестко грейдится пехотка с нашими бафами. Ну и что? В Канаде все дальше и дальше мы проходим. Авиация все больше и больше. Поэтому все проще и проще. Здесь я также свою авиацию пустил над Индией, чтобы помочь Афганистану. Может он там что-то сделать. Ну и плюс, конечно же, своим союзникам вот здесь. Опять Румыния зачем-то решила попробовать нас спровоцировать. Не знаю зачем. Плохая идея. Ну и здесь наши союзники в теории теперь под авиацией должны потихоньку перемолоть вражеские войска. Также я все-таки, наверное, сделаю вот это. Бафает как-то у меня полицию, разведку и госпиталь. Не знаю как, но посмотрим, что это такое. Как-то даст нам что. Вот эта битва. Румыны даже не пришли на стрелку. Я бы на их месте тоже не приходил. А нет, слушайте, нашлись, нашлись. Голыми кулаками на танке пошли. Причем тут такие современные уже. Это неплохая идея. Если вы хотите куда-то сходить один раз и не вернуться. И вот новые вертолетики, так называемые. На этом здесь все. Из полезных бафов это плюс-минус, ну, реально все. Потому что здесь у нас бафы дают нам верфи. Верфи надо на что тратить. Это ресурсы нам неинтересно. Давайте что, восстановим колонизацию Сибири. Хотя это тоже не сильно полезно. Ладно, просто что-то выбираем. И у нас есть такое предатель, который заплатит своей кровью. Из предателей я могу только больше увидеть. Посмотрим, против кого это что будет. И, кстати, да, Румыния в итоге зашла в союз с Германией. Но это они зря. Мы им про это напомним. И что произошло? Правильно. ОПС решил заживать запись. Замирились мы. Мир получился немножко странненьким. Да, вот с такими вот ситуациями. Но это классика этих мирных договоров. Ну и вот... Ладно, подожди, там мы с кем-то еще воюем. Почему? Я только что вроде совсем замерился. Это странно. Видимо, потому что Альянс не распался. И каким-то образом Австралия с нами не замерилась. Не знаю. Короче говоря, классика багов. Пора готовиться. Теперь нам к войне с Германией. Итак, я не верю. На всех случаях повторю и покажу. Я не уверен, в какой момент запись заживалась. Так что у нас теперь полностью современные войска танковые. В Горнострелках у нас есть танки РСЗО. То есть Горнострелки наши реально элитные. Супер. У нас хорошая просто есть пехота. Также мы потихоньку начинаем ядерное исследование. И да. Там мы будем в ядерном реакторе, как говорится, вовремя. А вот и последние финальные бафы наши на авиацию. Кроме этого, у нас уже, наверное, все, что нам еще нужно, есть. Вся авиация отправляется в Москву. Надо доты тренироваться. И, в принципе, на это мы будем готовы реально. Кстати говоря, Америка уже начала войну с Германией. Что является забавным фактом, который нам, наверное, чуть-чуть выгоден. Хотя, ну, Америка, честно говоря, очень слабая. Поэтому не сильно это на что-то и повлияет. Ну да, здесь, видите, очень странные границы получились из-за этих миров и всего. Но ничего. Ну и на всякий случай, я, конечно же, готовлю еще одну танковую армию, еще одну горнострелковую армию. Но я чувствую, что да. Польша обосновывает уже цели войны против нас. Надо же. Надо же, кто тут подключился. Нам просто чуть-чуть как будто не хватает еще людей на то, чтобы покрыть прям все. Потому что очень много границ разных. Делать бы и здесь, а нормально показать. Но я думаю, что мы все равно упустим. А наш лот будет оперировать вот здесь примерно. Если вдруг мы на бой, так сказать, с немцами напоримся. И нам бы в идеале докачать немножко нашу атаку. И, наверное, подлодочки еще. Но подлодочки я уже распределил примерно по путям торговли немцев. Мы их сразу тоже начнем душить. Наши союзники, а их уже совсем-совсем немало. Если так посмотреть, у нас... Да, у нас 12 миллионов армия. И из них 3 только с половиной миллиона мои. То есть, да, союзники у нас неплохие. Альянс получился очень мощным. Южная Америка 100% подчиняется нам. Кстати, что? Это любопытное развитие событий. Кстати, у нас куда-то генерал сбежал. Бывает такое иногда. Это очень любопытное развитие событий. Америка такая решила. Блин, одной Германии мало. Давайте обернем еще войну России, Франции. И тотальная война. Ну, блин. Идея, конечно, любопытная. Но звучит какая-то хуйня. Как бы ты это, Рузвельт, не обижайся. Но, по-моему, ты немножко попутал что-то. Отправляем авиацию. Я думаю, одной только авиации хватит, чтобы сдержать немецкое... Точнее, получается, что это у нас американское наступление. А вот Республика Польши объявляет нам войну. Да, ребята, мы хотели мира. Честно. Мы даже почти что не готовили всю нашу армию для наступления. Ну так, почти. А они так вот с нами. Это, конечно, да. Да, это, конечно, да. Так, только вот эти, наверное, две армии у нас пускай постоят, посидят. А все остальное, наверное, пускай наступает. Причем вот так. Причем на всякий случай все перепроверяем. Потому что армии много. Надо быть уверены. Вот видите, здесь, например, нет была моторизации. Все будут не спешить на своих наступлениях. Все будут моторизованы по снабжению. Так, Польша, да, призывает. Что ж. Настало время. Германия против России. Поехали. И авиация нас сразу же побеждает. Давайте, наверное, я почти все сразу бомбардировщики отсюда выезу обратно. Я ставлю здесь на вам, наверное, две сотни. Как бы, да, это все, что мы можем дать здесь. Я, наверное, тогда авиабазу здесь тоже немножко уменьшу. Потому что мне столько не нужно. И, да, все тактики отправляются обратно в Москву. Нам нужно помогать в наших текущих наступлениях. К сожалению. Да, две сотни. Сюда, сюда, сюда. Мы еще пока и не призвали наших вот этих союзников. Из-за чего, кстати, эти ребята тоже вступили в Лигу наций? Кто, кто в этом городе, кто, мэр Константинополя, там, не знаю, президент свободного города Константинополь. Кто у них подумал, что будет отличной идеей вступить в союз с Америкой, который воюет со всеми твоими соседями? Кто просто вот, ну, 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 кто? Кто этот гений? Ладно. Ничего. Начинаем мы тоже тотальную войну. У нас также тотально заканчивается топливо, но у нас есть маринетка, из которой можно почти бесплатно качать просто в невозможных количествах. Также начинаем наступление на Швецию, если... Я назвал призывать, нажал призывать, но... А, я понял, а Швеция в войну такая, не-не-не, я типа... Ну, Густав V понимает, что... Ну, письюнами дело пахнет, как бы, да? Как-то так вот это вот окружено, окружено. Славянский зажим яйцами сейчас произойдет, если он в войну вступит. Понимаете, что лучше, лучше не вступать. Там еще в Франции тоже мясорубку начинает. Но ничего. Мы, конечно же, справляемся. И, господи, посмотрите на эти потери самолетов. Что же наши славянские самолеты делают с нашими противниками? Это просто без слез смотреть нельзя. Так что какие-то морские бои происходят, но как будто такие. Они серьезные. По крайней мере, я серьезных не видел на данный момент. У нас только флот туда-сюда ездит. Пытается найти какие-то битвы, но не находит ни одну. Ну, когда-то немцы осмеляют и выйдут на морской бой. И, кстати, наших французов пушат так неплохо. Надо, наверное, усилять снадиск. Хотя и так, и так очень серьезный. Мы еще заодно здесь не нападаем. И нападаем еще и заодно здесь. И еще заодно вот здесь мы не нападаем, потому что нету призыва. А надо бы. Афганистан, кстати говоря, тоже понимает, что, ну, тоже дело нечистое, нечистое. За Германию идти туда не стоит. А я думаю, перебросим еще немножко силу Альпы. Авиационных, конечно же, силы, я говорю. Чтобы наши войска там получше наступали. Возможно, стоило бы помочь еще нашим французам. Давайте, наверное, так и сделаем. Хотя не хватает немножко истребителей. Надо, конечно, увеличивать производство. Но это займет время. Изываем вот этих ребят в войну. И, наверное, вот этой армией все-таки наступать не буду. Но вот пообороняться как будто можно. Ну и что? Война началась прям тотальная-тотальная. Заруба супер жесткая. Причем происходит она абсолютно на всех континентах и везде. На самом деле, этим мод, на самом деле, веселый. Это я рад. Но также я буду рад вас видеть в следующей серии. Это подошло к концу. С вами был Долгая. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, движение скорых густей. Все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.